Дорогие мои, я есть Мсерапис Бей. Я помогаю переходить людям в пятую плотность и сегодня хочу передать вам знания, которых так не хватает в это сложное время квантового перехода. Каждый из вас, любимые мои, для того, чтобы перейти в более тонкий мир энергии, сделать необходимые шаги в эту сторону, должен развить в себе чувствительность абсолютно ко всему. Вы скажете, зачем нам старые человеческие чувства, когда в скором будущем у нас будут новые световые тела и мы будем людьми-богами. У нас будет все новое, а старое нам больше не нужно. Дорогие мои, ваши чувства — это белеть в новый мир. Вы долгое время доверяли лишь материальным подтверждениям. Вам трудно поверить в истинность, пока вы не увидите что-либо собственными глазами, пока не пощупаете это руками, пока не доверитесь авторитетным людям. Но вся истина, дорогие мои, находится внутри вас и это ваши чувства. Только они помогут вам развиваться с наилучшей для вас скоростью, только они подскажут вам верное решение, только они укажут вам истинное направление пути. И мы множество раз говорили вам, чувствуйте, чувствуйте, чувствуйте абсолютно все. И сегодня я хочу передать вам ряд простых практик для развития ваших чувств, так как именно они в дальнейшем помогут наладить стабильную тонкую связь с вашим Высшим Я, помогут вам ощутить присутствие светлых сил, дадут возможность посещать другие миры. И пределы возможностей, которые дадут вам ваши чувства, нет. Практика. Развитие человеческих чувств. Вы каждое утро встаете, идете на работу, делаете свои ежедневные домашние дела, ходите в магазин. И это все трехмерно, так как многое из этого вы делаете автоматически, даже не задумываясь. На многое в вашей жизни замаливается взгляд и вы не видите существенных перемен и изменений, не ощущаете суть и забываете увидеть красоту этого мира. А попробуйте, хотя бы день, прожить своими чувствами. Как это? Спросите вы. Очень просто. Включите свои человеческие чувства. Зрение, осязание, вкус, обоняние, слух, на полную мощность. Проснувшись утром, не бегите сразу осуществлять все свои повседневные дела, согласно ежедневному плану и распорядку. А, открыв глаза, полюбуйтесь миром. Например, оглядите внимательно свою комнату, в которой вы находитесь. Рассмотрите в ней все, потрогайте, запоминая все ощущения и чувства, которые при этом испытаете. Почувствуйте себя маленьким ребенком, который познает весь мир. Он не стесняется ничего, а с любопытством изучает все вокруг. Станьте хотя бы на день этим новорожденным дитям, как будто вы в первый раз видите мир. Эту комнату, эти предметы, это небо, эти растения, это солнце. Выйдите за пределы своего жилища и познайте мир своими чувствами. При этом не анализируйте, дорогие мои, а чувствуйте. Когда вы увидите дерево, то не оценивайте его своими человеческими структурами. Растения из семейства такого-то, такой-то высоты и ширины, с определенной формой листвы. А подойдите и обнимите его, потрогайте его кору, ствол, листву, ветки. Познайте их индивидуальность и совершенство, так как нет ни одного одинакового дерева, ни одного одинакового листа, ни одного одинакового рисунка на коре. Все уникально, все создано с любовью Богом, все есть бесценная красота. Постарайтесь почувствовать дерево, но не ждите, что сразу огромный и мощный поток волшебной энергии войдет в ваше тело, а ощутите, что испытывает к вам оно, любовь, благоговение, радость, счастье. За то, что вы заметили его, подошли, обняли, передали ему свою энергию. И, прикоснувшись рукой к этому дереву, вы почувствуете его ответ в своем сердце. Вы почувствуете, как к вам от дерева переходит внутреннее спокойствие, гармония, любовь, жизненная сила. И это не надо искать где-то, оно проявится внутри вас, во всем вашем существе, как яркий огонек счастья, радости, любви. И я вам рассказал лишь о дереве, оглянитесь вокруг, как разнообразен и прекрасен мир. И можно увидеть его красоту своим сердцем, своими чувствами. Ощутите энергию камня, животного, растения, стихи. Познание мира безгранична и бесконечна. Практика развития более тонких чувств и веры. Пройдя практику развития человеческих чувств, вы можете перейти на новую ступень и попробовать более тонкие чувства. Развить свою веру в собственные возможности. Практика очень похожа на предыдущую, но самым основным является не подтверждение ваших чувств физическими органами, а веру в свои истинные чувства. И проснувшись утром, вам уже не нужно трогать все вокруг, чтобы понять, какие чувства и ощущения вы испытываете к различным предметам. А необходимо научиться чувствовать более тонко. Постарайтесь потрогать мыслью кровать, мебель, картины, книги, горшки с цветами и прочие предметы в вашей комнате. Пусть в вашем воображении плывут различные прекрасные ощущения, новые впечатления. Например, попробуйте почувствовать, какое на ощупь ваше постельное белье, не прикоснувшись к нему руками. Потрогать рельеф и структуру обоев на стенах, напольных покрытий, всю мебель в комнате. Не дотранувшись даже пальцем. Налейте себе чашку горячего чая и взглядом потрогайте пар, сам чай и чашку. Проведите по ней пальцем, ощутив дно, стенки, ручку, края. Пусть при этом в вашем сердце отражаются все краски чувств, напоминающие приятное щекотание, порхание бабочек, приятную дрожь. Выйдите на улицу и мысленно проведите рукой по шероховатой коре дерева, пропустите воздух сквозь свою ладонь, поглотите мимо пролетающую птицу и даже потрогайте солнце и облака. Ощутите красоту мира всеми красками своих чувств, пусть они поют в вашем сердце, принося вам неимоверную радость и счастье. Вы увидите мир по-новому, вы ощутите его своей душой и эти прекрасные чувства навеки останутся в вашем сердце. И это только начало, это лишь внешне видимая оболочка мира, но мир, который внутри вас, намного больше и шире. На познание его необходима вера в ваше чувство и чем чаще вы будете пользоваться ими, тем сильнее вас будет эта вера и все двери откроются перед вами на вашем жизненном пути в новый мир познания себя. Но об этом мы поговорим в другой раз. Я есть Мсера Пизбей.